это следующий день ребята доброе утро вчера хорошо погуляли покупались мы уже позавтракали в общем решили поехать на рынок закупиться продуктами вот потому что мы будем дома готовить еду до детей еще закинем на площадку на детскую площадку здесь в этом дворе есть на четвертом этаже детская площадка детская площадка там есть детский уголок и есть тренажеры разные вот и мы еще арендовали байки в общем покажем ну у нас маленько там сложности получились то есть байк вчера арендовали это кстати зарядное устройство это аккумулятор пришлось аккумулятор с большого байка снять и поставить на зарядку на ночь потому что плохо заводится ребят сейчас находимся на четвертом этаже спустились 16 на 4 и здесь площадка игровая вон я уже видеть вижу какие-то станки стоят он с этим бассейн бассейн с этим сухой все уже к зимнему сезону готовится и мы находимся на четвертом этаже у круто а такое ощущение что мы находимся на первом да по ощущениям ну да он лестница и внизу еще минимум четыре уровня фонтан тоже так здорово зеленая зона шикарная можно посидеть вот такие беседочки здесь он горка станки нужно позаниматься спуститься со своего дома и позаниматься и поплавать к сожалению не работает дети в общем на детской площадке мы быстренько на рынок смотаемся мы спустились на парковку и здесь в общем электротранспорт в основном посмотрите полностью парковка обставлена электротранспортом также есть бензиновый не ну просто смотрите мы приезжаем сюда в этот курорт на это место и в основном вы знаете электротранспорт а вот и наш арендуемый байк назовем байк мотоцикл это общем если я не ошибаюсь это называется макси скутер и вот у нас вчера закапризничал вот аккумулятор сел сейчас мы установим и поедем кстати арендовали этот байк у лениных знакомых у лена сети очень здесь много знакомых мы квартиру арендовали байки арендовали да 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 а вон и сама лена второй байк мы тоже арендовали он 150 кубов лена осваивает эту дурмашину на нашу семью хватит жидаю до дочь ровым аккумулятор на менять срочно вот я всю ночь заряжал и он показывает половинку а он на нее электро у них тут проблем с этим нету у них зарядки и аппарат он смотри сканируешь qr-код ну да оплачиваешь и заряжаются часов покупаешь и заряжаешь вообще грамма в принципе электро что у нас произошло с байком расскажи короче не смогли мы его завести и взяли второй байк лену оставили с детьми поехали на рынок закупимся и будем в ближайшее время решать что тут с байком в том году мы останавливались в этом гардене два раза все очень близко до рынка ехать буквально две-три минуты да да вот уже к рынку подъезжаем вот уже подъезжаем здесь можно позавтракать пообедать и поужинать ну хочу сказать что рынок все больше и больше становится мы когда-то раз были в том году мы когда были здесь здесь буквально вот так вот было вот этого как-то всего вот не было и там тоже не было наша задача что купить овощи фрукты и мясо картошку стари какая хорошая да смотри достойно среди картошка в китае обычная не сладкая кто-то говорит что здесь картошки нету картошка обычная такая же как в россии 3 юаня полкило здесь очень дешево по сравнению с супермаркетами здесь есть супермаркеты и они хочу сказать что немного там все дороговато по сравнению конечно с рынком это обычный китайский рынок где есть все продукты необходимые принципе здесь можно даже жить и так посмотрел жилье недорогое продукты конечно если супермаркете покупать дороговато но если ты стариваешься на рынке то в принципе жилье недорогое продукты недорогие что еще байк под задницей в общем нормальное море курорт каждый день горький огурец называется морковку все знают кабачок обычный кабачок разновидность вот это я кстати не знаю что такое тоже похож на кабачок это кстати дайкон это корень лотоса там с дырочками такими еще это похоже на картошку они запекают в углях и получается такая как по вкусу как картошка что можно тут еще приобрести грибочки вот такие грибочки что еще зелень зелени очень много китайцев очень много зелени кушают оон смотрите сколько травы это тоже имбирь это раски сои раски сои разновидность имбиря перец вот уже имбирь салат обычный салат и смотрите сколько я половину из этого вообще не знаю да какую половину практически все не знают что это такое лук сколько стоит 250 полкилограмма лук намного дешевле чем гонжу а я вот так ему сейчас все складываю пойду выберу сейчас капусту и все и он почитает тебе да? а нет капусту я там выберу и что там платишь? да вот маленько грязненькая плавно переместились в рыбный отдел здесь как они называются? устрицы устрицы вот такая вот штука выглядит как камушки запах конечно не очень ооо вот здесь вот прям крупная одна штука 1 юань 1 юань одна штука стоит 1 юань одна штука стоит морская рыба мы вот такую брали и такую брали вот это вкусная да? это тоже очень вот можно кстати на байке прям сразу заезжать и все не париться а вот это же рыба только живая а живая а живая сколько стоит? аршибан 28 уже 28 живая аааа за живую на 10 юань дороже о камбала все это камбала прикинь да сколько камбала у них стоит? 32 о камбала дорогая да? смотрите можем вкуснотича всякое набрать желудочек хрящочки всякие пятачочек там куриный ливер вот она сейчас нарежет приправит и отдаст есть вот такие вот отделы здесь масло приправы всякие яйца там тоси-поси в общем рис все что такое приправить приготовить все такое сухое я хочу купить яйца кстати яйца в Китае продают полкилограмма также по полкилограмма цену говорят не десятками как в России сейчас 50 полкилограмма мясо прям такое как на подборке они висит о ням ням вот это вот вырезку да 14 юань и полкилограмма 14 юань и полкилограмма слушай ну это недорого да? да дешево это по 10 долларов ну это косточки косточки неинтересно а вот это вот вот это цыгама 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 ммм это надо подороже мне кажется сколько? слушай она прям со шкурой 12 было 12 а здесь отдел с заморозкой да? курица а вот грудка смотри крылышки, грудки, лапки окорочка там все что хотите грудка есть сколько? сколько? 9 9 9 9 юаней полкилограмма 9 9 9 юаней полкилограмма стоят грудка и ножки а вот крылья подороже как? 20 22 уже уже по дороже 2 2 это кстати яйцо консервированное так сказать да смотри как желейное такое да в общем это извездка кажется если я не ошибаюсь известь и опилки и опилки да и известь в общем дает температуру яйцу и оно готовится это какая-то глина они слушают прям правда в глине ну мы не пробовали ни разу ни такое ни такое а это вот обычное черное яйцо обычное черное черное там ну мама его ела его варить не надо якобы оно уже готово а 1 юань кажется стоит цыгадаш а цыгадаш а цыгадаш а цыгадаш соус главное макать какой в общем посмотрите видео как наша мама кушала черное яйцо ссылочки оставлю все в описании у нас два выпуска есть с этого места мы здесь очень куражились отдыхали так и еще последнее место которое я хочу вам показать здесь можно купить живую курицу заходишь в общем заходишь выбираешь вот смотри вон 25 юаней да похоже может там петух да 20 юаней похоже утка наверно или гусь гусь наверное да это не знаю и он в общем разделывает это и это как бы как вот он в общем заход выбираете в общем животину он ее тут разделывает вы в эту центрифугу бросает перья там в общем чтобы перья все эти отлетели мы как-то раз брали живого петуха это было безумно вкусно это было безумно вкусно но вот этот момент выбора мы когда с Виктором его выбирали это было знаете типа как палач короче такой типа вот ты мы не смогли на себя такую ответственную взять и Виктор выбирал в общем о здесь смотри здесь алло да вот да да заходишь сразу же пахнет рисом это китайская водка я не знаю ты заметила нет но хозяин такой под шофе мне кажется такое у него как-то затуманенный ну да сидит стоит целый день и у него такой затуманенный взгляд какой-то показался мне окей ладно не будем вводить загружение мы все равно брать не будем цели познакомления а можно также гулю взять бедняжки так вот и белый голубь пойдем нет лицо ой не сможем смотреть правда гулю купить белую гулю смотри щипает ты какую здоровую утку разделывает джонго кунфу что-то короче он сказал типа китайский канфу он там мастер там что такое мне показалось пусть у ребята мы закупили самое необходимое мы купили картошку чеснок огурец помидоры капусту белую качану морковь лук яйца яйца мясо грудку взяли две штучки на это на все у нас ушло 70 юаней вот такая вот куча продуктов считаю что круто и мы еще не купили молоко сейчас пойдем поищем молоко молоко здесь есть но но есть в маленьких пачках недалеко от рынка нашли супермаркет молоко нигде не могли найти здесь есть молоко вот такая большая коробка три с половиной жира 1150 стоит одна коробочка мы сразу 6 штук взяли с собой завтракать детям наливать дети хорошо бьют и еще нужно купить сахар в принципе все ну и смотрите народу немного совершенно немного здесь покупать мясо там чего-то чего-то фрукты овощи здесь надо залеживается плохо все берется вот например у смотрите яйца сколько стоит а у нас обед показываете что вы тут кушаете ребятули курочку с сыром на вашу любимую прочее заказу тоже вот смотри это вот эту штуку любишь да да не знаю не знаю еще не пробовала вот это люблю это два отдельных блюда получается здесь в общем омлет внутрь рис внутри омлета жареный рис а тут жареный рис со всякой фигнюшкой и мы еще с катей приготовили супчик борщ вот мы кстати не есть всякую такую дребуду курочку вся куда не вкусно масса такая ерунда такая ерунда тоже верно у меня только поцелить пойдет соли маленько на токи ну все приятного пить это еще раз сын залезли пять человек еще и собачка мать многодетная мать еще и собака блин офигеть это вообще этот сверхспособность у нас продолжается эпопея с нашим байком в общем нам подсказали что здесь есть якобы аренда мы приехали вот здесь босс короче мы у него спрашиваем есть люди аренда он говорит только продажи что делать ехали так далеко километров 7 на рассудах короче мы занято чисто поиском аренды какие у нас в общем дела полдня прокатались в поисках аренды байка пытались найти аренду байка и выяснили только сейчас надо выяснили за время 4 часа только сейчас выяснили что аренды бензиновых байков здесь нету там квадроциклы и так далее но мы когда спросили типа сколько стоит он говорит типа нет нету в аренду мы говорим да как же вот только что китаянки типа китаянки общем 2 едут две молоденькие девчонки ехали на квадроцикле мы к ним подъезжаем типа где аренду можно и так далее вот у вас техника такая симпатична они говорят вон там все мы поехали к ним за ними главное дело приехали вместе с ними с этими девчонками приехали и они сдают этот квадроцикл мы им говорим ну давай вот вот он давай нам он говорит не не сдается горит короче он нам не не хочет сдавать в общем на стран со общей на стран сам видимо не хотят с китайцами видимо попроще в общем китайцам мототехнику сдают нам не сдают окей вы выяснили то что мототранспорт здесь снять нереально только электро но электро не интересно на нем покатался там чуть-чуть далеко не уедешь далеко не уедешь охота была посетить там какой-то храм здесь есть ветряные мельницы может быть еще куда-нибудь отдалиться да еще вокруг покататься не не париться по поводу этого заряда а вот эта машинка допустим его смотрите едет ее буквально там на часов 5 может хватает непрерывной поездки в общем так вот имеем один байк в общем так вот имеем один байк который не заводится вот и один до таком чуть-чуть неисправность состоянии почему хозяину байков сообщили сказал что исправит и завтра утром нам отдаст нера вот так неры и сделаем а мы сейчас идем к линии и детям они сейчас на пляжу наверно до купаются в общем посмотрим чем этом занимается ты кстати обратила внимание то что каждый год когда мы сюда приезжаем подожди не каждый год каждый раз когда мы сюда приезжаем проблемы с байком мы два раза аренды байков нет здесь нет первый раз тоже арендовали у ленины знакомый и там общем задним колесом себя мучился пока его не поменяли байк байк вообще бодрый клевый прям все исправно работает газули все на все еще реагирует четко все только вот с колесом проблем были а эти так я хочу сказать-то подушатаны надо примут обслуживание сделать я хочу на море Субтитры сделал DimaTorzok